Выставка Художника, которым, как правило, пишут какие-то вещи, связанные с советским прошлым, с его тяжелой судьбой Но я не нашел этого, полистав его каталоги, где он, в общем-то, пишет о том, что действительно его волнует А это ни много ни мало, как вечность И на выставке на этой мы не встретим никаких суетных примет современности Встретив этот графический лист, можно принять его за какую-нибудь графику Даже, может быть, не знаю, начало XX века Это действительно работы, созданные для вечности И та мысль, которая волновала художника, это свет изнутри, ну, как в веконаписной традиции На этой выставке видна очень хорошо Это пастель буквально светится изнутри, и это действительно так Петер Дик шел по пути на большее сопротивление Он убирал все лишнее в своих работах настолько, что достиг какой-то определенной глубины Абсолютной тишины в своих работах И когда на них смотришь, ты понимаешь, что они какие-то очень особенные И вот когда я писала экспликацию, долго на них смотрела И придумала для себя такую формулировку, что у него эстетика превращается в этику Человек там, когда находится сам с собой, в каком-то космосе Абсолютная тишина, абсолютно вакуум Такой, как бы, вакуум внешних событий нет И внутренние события тоже сконцентрированы очень сильно Абсолютная такая экзистенция На выставке Петра Дика в Ирарте я испытал давно забытое удовольствие Не просто от портретов с какой-нибудь особой метафизикой и глубиной А вот от таких портретов, когда лица не видно или человек развернулся вообще от того, кто его должен видеть Сегодня в эпоху переизбытка селфи и дешевых образов Это глубина Петра Дика, это его аскетизм, это его сдержанность, мне кажется, особенно круты И, кстати, вы знаете, коллега, что он вообще-то из Алтайского края? Да, я и хотел спросить, а чувство гордости вы испытали? Вот в этот раз, да, особенно мне понравилось, что это из Благовещенского района Алтайского края И тут я даже маленько так распрямился от гордости Конечно, интересные работы, любопытные работы Но я хочу бросить маленький-маленький такой кусочек песочка в адрес организатора Понимаете, пастель очень сложный материал, который трудно демонстрировать и показывать Свет, стекло делают то, что мы называем отражением Мы видим себя в работах Петра Дика, а не работы Петра Дика Мне кажется, это очень сложно, поэтому этот-то уж музей мог бы себе позволить какие-то новые формы Прекрасные работы, интереснейшие идеи Настолько тонко человек работает с пастелью, а мы видим в этих работах отражение Это обидно, но за Алтайский край приятно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!